Стихия не сдаёт позиции на территории восьми районов. С сегодняшнего дня введён режим чрезвычайной ситуации. После стрельбы в Казанской гимназии, что нужно знать при получении, хранении и потере оружия? Герой в белом накануне Дня медика ОНФ подвёл итоги творческого конкурса. Стихи, картины и фотографии забайкальцы с благодарностью посвятили врачам. Эти и другие темы раскроем более подробно прямо сейчас. Вы смотрите новости на канале РТК Забайкалье в студии Дарья Пьянникова. Здравствуйте! И начнём наш выпуск с чрезвычайной ситуации, которая сложилась после обильных осадков сразу в нескольких районах Забайкалья. Режим ЧС уже введён в Газимурозаводском, Могочинском, Нерчинском, Петровзабайкальском, Сретенском, Чернышевском и Шалапугинском районах, а также на территории Садового товарищества «Автобаза связи» и дачного кооператива «Ручеёк», а также автомобильной дороги «Ивановка-Засть» городского округа города Чита. Эти кадры из Газзаводского района. По информации главы Романа, задорожен резкий подъём воды в реке Газимур привёл к тому, что отрезанными от райцентра оказались все сёла с населением около двух тысяч человек. На глазах разрушились мосты, дороги смыты полностью, и это ещё не пик паводка. Самая критическая ситуация сложилась в селе Ушун. У людей не хватает лодок, нет возможности добраться до ближайших магазинов. Так закончилась печальная история знаменитого Белого моста Ушмуни. Вот это ЧС. Люди остались без хлеба, без продуктов, без бензина. Новостройки, всё утонуло, всё уплыло. Проезда наш район вообще ни с какой стороны нету. Что с Читы, что с низов никто выехать не может. Все мосты поразмыло. Ещё вчера дороги все поразмыло. У людей весь урожай, всё, что посажено, всё утопило. Уже по второму разу люди садили, всё утопило. И почему-то никто не чешется. Хотя после первого дня не должны были уже как бы что-то сделать. Хотя бы выходы рек, где самые сильные подсыпать там, как-то я не знаю. Но ничего того не произошло. Ну что, ребята, это жесть. Ещё говорят, что зола не пришла. Ещё должна волна прийти. Если она ещё одна придёт сейчас, то будет вообще труба. В Нерчинск-Заводском районе селевые потоки размыли подъезды к сёлам. Частично потопленные дома от эвакуации местные жители пока отказались. А вот в Шилопугино нет проезда к 13 сёлам. Там из затопленных домов уже началась эвакуация. К обеду пять улиц были затоплены полностью. Вода продолжает пребывать. Движение в районе остановлено. Ключевая улица. Первая. Ой, мамочки. Ой, как страшно. На сто пятьдесят семь сторон. Ужас. А это уже Болейский район. Ещё вчера там был официально введён режим ЧС. Муниципальный центр отрезан водой от других населённых пунктов. Три небольших речки после осадков стали более чем полноводными. По трассе проехать также невозможно. Легковые автомобили потоками воды тут же сносят на обочину, из которой самостоятельно уже не выбраться. Аэромобильная группировка МЧС из 47 человек, 9 единиц техники и 4 плавсредств направлены из щиты в Шилкинские и Газоводские районы. Кроме того, в районы ЧС направлен подвижной пункт управления, комплекс специальных автомобилей и пневмокаркасных модулей. Они будут оказывать адресную помощь населению, если ситуация с паводками будет ухудшаться, сообщает Краевое управление МЧС. Наиболее сложная сейчас ситуация наблюдается по территории Газимуры-Заводского, Шилок-Пугинского, Балейского районов, куда уже направлена наша группировка аэромобильная. В составе трёх групп в Шилок-Пугинском и Балейском районе уже приступили к работе. В Газимуры-Заводский район только сейчас направлена группировка. В её состав включён ПТС, это плавательное транспортное средство на гусеничном ходу, имеющее водомёты для того, чтобы организовать доставку людей с берега на берег, соблюдение всех мер и требований безопасности при сильном течении, где невозможно будет применить наши плавсредства. Кроме этого, общий состав группировки, который сейчас привлечён для ликвидации последствий паводка, составляет более 250 человек и 37 единиц техники, а также 10 плавсредств, как я уже ранее озвучил. Кроме этого, на территории Главного управления развёрнута работа Международного оперативного штаба и организована работа телефона горячей линии. Сегодня с территории Бурятии, на территории Забайкальского края прибыл вертолёт Красноярского лиционного спасательного центра. В настоящее время с водной оперативной группой, возглавляемой нашим начальником Главного управления, полковником внутренней службы Васовым Николаем Анатольевичем, осуществляет облёт территорий, подтопленных для организации визуального осмотра и оценки складывающей ситуации данных населённых пунктов и на автомобильных дорогах. С сегодняшнего дня в регионе в круглосуточном режиме запущен телефон горячей линии. По номеру 8 30 22 35 61 61 можно получить информацию по паводковой обстановке в крае, рекомендации в случае подтоплений, помощь психологов, ответы на другие вопросы. Сообщить о возникновении подтоплений и попросить о помощи также можно по телефону 01 с мобильного 112. По поручению губернатора Забайкальского края все аварийные и спасательные службы приведены в полную готовность. В подтопленных районах развернуты пункты временного размещения для граждан, которые захотят эвакуироваться из своего жилья. В ближайшие сутки интенсивные осадки уйдут на север краев Каларский и Тунгакочинские районы. За последние сутки в Забайкальском крае выявлено 107 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией и два летальных исхода. Сейчас 68 человек находятся в тяжелом состоянии, 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. К настоящему моменту в регионе привили 174 тысячи человек. Это 37% от планируемого охвата. Всего необходимо вакцинировать 472 тысячи жителей края. В этом случае будет сформирована иммунная прослойка среди населения. Ранее заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова призвала забайкальцев привиться. Она подчеркнула, что вакцина от ковид вошла в календарь национальных прививок. Прививаться в обязательном порядке должны сегодня медицинские работники, образовательный, педагогический состав и силовые структуры. Другим новостям. Подарком к предстоящему профессиональному празднику стали 20 единиц новой техники, которая поступила в регион для медиков. Новые машины будут отправлены по населенным пунктам уже в ближайшее время. Автомобили марки УАЗ выбраны не случайно, а с учетом труднодоступности населенных пунктов региона. Машины предназначены и для доставки лекарств пациентам, и для транспортировки больных в стационары. Медицинские патриоты оборудованы носилками, остальные же автомобили поступили в стандартной медицинской модификации. В Забайкальские краи поступили в рамках реализации программы от реализации первичной медико-санитарной помощи. Автотранспортные средства, которые предназначены для нашего амбулаторно-кланического ЗИНА. Сегодня 40 единиц заходит. Это сегодня часть представленного. Всего до конца года мы должны получить 88 единиц от транспортных средств. Акция «Минута памяти» пройдет 20 июня в 20 часов на территории всего Забайкалья. Таким образом, в свой профессиональный праздник коллеги хотят почтить память тех медицинских работников, кто погиб в борьбе с коронавирусом. К акции могут присоединиться все желающие. Сделают это и на всех железнодорожных станциях и остановочных пунктах Забайкалья. 20 июня ровно в 20.00 каждый состав подаст гудок. Общероссийский народный фронт в преддверии Дня медика подвел итоги краевого творческого конкурса «Герои в белом». Конкурс посвятили врачам и всему персоналу медицинских учреждений Забайкалья, которые работают в условиях распространения COVID-19. В трех номинациях конкурса «Рисунок», «Стихотворение» и «Фотография» приняли участие 238 человек из 18 районов края от 2 до 78 лет. Главное, говорят организаторы, у участников получилось отразить в своих работах уважение и признательность всем врачам, медсестрам и другому персоналу больниц, поликлиник и госпиталей, всем, кто трудится сегодня на передовой в борьбе с вирусом. Самое главное, что я подметил, что для нас важно, это понимание со стороны общества тех проблем, которые стояли и стоят перед медицинским сообществом. Это сопереживание нам в нашей нелегкой работе, это сочувствие, это желание и стремление помочь. На самом деле психологический кризис в работе медицинских работников, которые столкнулись с коронавирусной инфекцией, один из самых сложных и тяжелых. И вот сейчас идет снова подъем очередной. Он психологически сложен тем, что мы не знаем, на каком количестве поступивших, на каком объеме работы он остановится. И второе, особенно важно для работников отделения реанимации, к сожалению, высокая летальность, это тоже тяжело психологически это переносить. Летальность при коронавирусной инфекции существенно выше, чем от гриппа и от других заболеваний, с которой мы обычно имели дело. Поэтому поддержка людей, поддержка сообщества, как никогда, крайне для нас важна. Она действительно нам дает силы поддерживать. К другим новостям. Сотрудники Забайкальского отделения авиалесоохраны вернулись в прямом смысле слова из горячей точки. Отряд парашютно-десантной пожарной службы выполнял задание по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах Тюменской области. Встречали огнеборцев в торжественной обстановке на железнодорожном вокзале. Раннее утро. Город еще спит. На железнодорожном вокзале непривычно тихо и пусто. Но вскоре на перрон стали подходить люди. Они прибыли сюда, чтобы встретить своих родных и близких, которых не видели уже больше месяца. Из длительной командировки возвращается отряд парашютно-десантной пожарной службы Забайкальского отделения авиалесоохраны. В середине мая Читинский отряд вместе с коллегами из Бурятии отправился спасать леса Тюменской области от огненной стихии. Пришли встречать своих дорогих мужей, которых не видели уже сколько? Полтора месяца практически. Переживали конечно? Конечно, конечно. Профессия опасная. Ну, как-то контакты были какие-то, поддерживали? Где была связь, созванивались. Они нам звонили где-то. Тушат. Каждый год одно и то же. В принципе, мы уже привыкли, можно сказать, что не на связи постоянно. То есть опасно, работа переживает. Все семьи. И детки, конечно, спрятали. Конечно, вообще потеряли папу. Папу ждешь? Да, сын. Встретить команду и поблагодарить бойцов за проделанную работу на перрон вокзала пришел губернатор края Александр Осипов и глава Краевого Министерства природы Сергей Немков. Все живы-здоровы. Вам спасибо за казанную помощь. Дорогие десантники, дорогие ребята, семьи, родные, близкие. Рад вас сегодня всех приветствовать. Спасибо вам большое, что профессионально выполнили свой долг. Помогли нашим соотечественникам Тюменской области в этом году. Гораздо сильнее горит, чем обычно. Спасибо, что вы выехали. Помогли им в тушении сложных пожаров. Мы вас всех благодарим. Желаем вам успеху в дальнейшей службе. С возвращением на родную землю. Спасибо большое. Благодаря работе сводных отрядов авиалесохраны из Забайкалья и Бурятии удалось значительно снизить уровень пожарной опасности, ликвидировать задымление населенных пунктов и сохранить от огня огромные площади Тюменского леса. Лесные пожары затронули там свыше 200 тысяч гектаров. Такого регион не видел десятки лет. Но все-таки пожары удалось остановить. Поставленные задачи были выполнены. Читинцы вернулись в полном составе. 69 человек. Ребята, ну с приездом. Спасибо. Скажите, трудно вам было? Да. Выполняли свою задачу полтора месяца. Сейчас немного отдохнем и снова поедем. Какие-то нештатные ситуации были? Да нет, не было. Все в штатном режиме. Все рабочие моменты были выполнены. Все, ничего нового. Все как обычно. Без нас было бы сложнее, но все равно, думаю, справились бы так же. После непродолжительного отдыха команда снова отправится в бой. Теперь под угрозой Таюжные просторы Якутии. Долг свой выполнили. Готовимся к новым задачам. Ближайшая переброска предварительно на Якутию. И, возможно, больше, чем на месяц. Галина Миртова, Сергей Миртов, РТК Забайкалья. Спасибо, безусловно. Безусловно. Минимальный возраст покупателя огнестрельного охотничьего и гладкоствольного длинноствольного оружия увеличен с 18 до 21 года. Поправки о повышении возрастного ценза появились в законопроекте сразу после стрельбы в Казанской гимназии 11 мая. Что сегодня нужно знать при получении, хранении и утере оружия гражданскими лицами, выяснял мой коллега Юлиан Тимофеев. Охота или самооборона с применением оружия – это ответственность, о которой нельзя забывать. Минимальный возраст покупателей огнестрельного охотничьего и гладкоствольного длинноствольного оружия увеличен с 18 до 21 года. Поправка о повышении возрастного ценза появилась в законопроекте после стрельбы в Казанской гимназии 11 мая 2021 года. Лицам с непогашенной судимостью или задержанным за вождение в нетрезвом виде, а также тем гражданам, по вине которых с помощью оружия было совершено преступление, лицензия выдаваться не будет, а при ее наличии будет изъята. Сотрудники отдела по контролю за оборотом оружия рассказали о новых правилах получения лицензии на гладкоствольное оружие гражданскими лицами. Изменится порядок прохождения гражданами медицинского освидетельствования и также проектом федерального закона предусмотрена регистрация списанного охолощенного оружия. Приобретение списанного охолощенного оружия лицензированию не подлежит, тем не менее имеются факты преступлений, совершенные с применением данного оружия после определенных переделок. И вот проект изменения федерального закона об оружии предусматривает регистрацию списанного охолощенного оружия в будущем. По статистике, большинство преступлений с оружием совершено при обстоятельствах утраты оружия владельцам. В этом случае восстановить лицензию можно только через год, если дело не дошло до уголовного разбирательства. Передвижение на плавательных средствах, то есть на лодках, на катерах по рекам, вследствие того, что лодка переворачивается, утрачивается оружие. В данном случае, если происходит утрата оружия гражданинам, здесь нет обстоятельств непреодолимой силы. То есть владелец оружия имел возможность зафиксировать как-то оружие, привязать его к лодке, либо еще каким-либо иным способом. В данном случае аннулируется разрешение на все единицы оружия, которыми владеет данный гражданин, в связи с тем, что он не обеспечил сохранность одной конкретно единицы оружия. Документы на продление разрешения на оружие следует подавать за месяц до истечения срока. В противном случае неизбежна административная ответственность. Региональная общественная организация «Трезвое Забайкалье» в очередной раз вошла в число победителей конкурса, который инициировал фонд президентских грантов. На этот раз забайкальцы представили проект «Спорт рулит в трезвое село». Спортивный десант возьмет курс на районы края, там пройдут встречи с подростками и молодежью, будут организованы совместные мастер-классы и турниры. Итогом марш-броска станет список сел, где требуется установить спортивные площадки и комплексы для занятий воркаута. Каждую пятницу мы отбираем для вас самые яркие события предстоящих выходных. Наша задача – рассказать, ваше как следует отдохнуть. Итак, о событиях в культурной жизни города в нашей традиционной рубрике «Афиша». Начните субботу с похода в театр, в детский театр. Возьмите за руку сына и дочку и погрузитесь в бабушкины сказки. Именно так называется творческий проект «Театра кукол». В этот раз на сцене всем известная русская сказка о маленьком румяном колобке, который убежал не только от бабушки и дедушки, но и перехитрил всех зверей в лесу. Камерный спектакль «Колобок» доставит удовольствие и взрослым, и детям. А в воскресенье ровно в полдень для читинской детворы на сцене театра кукол сказка «Заяц, лиса и петух». Эту историю зрителям расскажут рассудительный Михаил Иванович и взбалмошная Муся. Они то весело шутят, то всерьез мешают друг другу, иногда обращаются за помощью к юным зрителям, а в конце вместе с героями сказки радуются победе над коварной лесой. А если вы желаете насладиться красотой чарующего севера и полюбоваться забайкальской природой, тогда загляните в музейно-выставочный центр. Фотокартины Александра Савченко погрузят вас в историю ледникового периода и зимнюю пустыню, дадут возможность увидеть труд горняка и туманы в долинах хребтов. Невероятные краски природы, как на картинах Рериха. Выставка фотокартин Александра Савченко. Чарующий север. А что предложить читинским киноманам? Конечно же, свеженькие фильмы. Уютный кинотеатр Бригантина порадует вас новинками кино. Как вам сценарий, написанный самой природой? Вместе с детенышем байкальской Нерпы вы пройдете путь от ее рождения до путешествия к загадочным ушканьим островам. Глазами Юмы увидите невероятные приключения, полные опасностей и удивительных открытий. В главной роли Нерпа Юма. Первый российский документальный блокбастер. Самый добрый фильм года. А как вам «Красный призрак»? События фильма повествуют о зиме 1941 года, когда небольшой отряд советских солдат выходил из Вяземского котла и остановился в заброшенной деревне. Их окружило особое подразделение вермахта, которое искало загадочного воина. Но «Красный призрак» оставался незамеченным и внушал фашистам страх, в одиночку убивая врагов. А теперь познакомьтесь с самой веселой парочкой друзей на свете. Они привыкли уютно жить под землей, но однажды их выгнали из собственного дома. Друзья не привыкли унывать и решают, что им точно смогут помочь пираты. Герои отправляются в удивительное кругосветное путешествие, где встречают множество невероятных персонажей и новых друзей. А теперь в Лондон. В 70-х годах он оквачен культурой панк-рока. Невероятно одаренная мошенница по имени Эстелла решает сделать себе имя в мире моды. Ее лучшие друзья – парочка юных карманников, которые ценят страсти Стеллы к приключениям и надеются вместе с ней отвоевать себе место под солнцем на улицах британской столицы. Круэлла – американский криминальный комедийный фильм режиссера Крейга Гиллеспи. Ну а тем, кто любит прогулки по городу, советуем заглянуть в парк Адара. Гуляйте, развлекайтесь, наслаждайтесь красотой уединенных тенистых уголков. Вас ждет много интересного и увлекательного. Всем приятного отдыха и полезных выходных. Еще больше новостей можно найти на нашем сайте zrtk.ru. Там же в окне потока увещания можно следить за нашим эфиром в режиме реального времени. Эти и другие сюжеты выпуска смотрите первыми. Для этого нужно лишь подписаться на наш YouTube-канал или найти нас в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках или Инстаграм. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин